всем 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 доброго утра дорогие мои сегодня 13 августа 2024 года время 11 часов дня без пяти ну я решил сделать думаю ролик сделай по своим вот этими сообществе постам первый последний пост который я сделал вчера вечером это от того что youtube как говорится прекращает вот реклама реклама то и так было прекращено теперь и оплата тоже все это в общем google youtube же google входит монетизацию монетизацию полностью теперь уже монетизацию полностью даже за просмотры если раньше оставалась еще монетизация ладно рекламу убрали осталась монетизация теперь монетизацию брали ну что сказать за столько время работы youtube а вот многие люди конечно уже говорил обогатились хорошо не только здесь русскоговорящие русскоговорящие я не имею именно русские русскоговорящие и но и россию меня я иногда бывает у меня в ленте выходит блогеры которые в краснодарском крае переехали из урала откуда в краснодарском крае за счет youtube купили две виллы там две-три квартиры потом дочь потом сын в общем целые вот это извините люди которые обогатились можно сказать конкретно дожили припеваючи в отелях короче говоря летали в разные страны в отеле даже представить себе невозможно что это люди не какие-то там образованные или что тогда у всех там потушное образование но тем не менее youtube многих обогатил многих людей и здесь том числе вот но сейчас уже золотые времена закончат но мне это не привыкать мне так и так youtube там 50 60 долларов я все время как говорится для того чтобы оплатить интернет больше у меня как хобби получается а мне даже сами турки сказали как у вас гостока подписчиков вас год вообще просмотров мало я говорю и когда они узнали что они по я им показала творческая мастерская если там оплата идет но наверняка вы тоже это знаете и показал это же копейки я говорю да но и тогда у вас не канал у вас хобби я года у меня получается но а это было источником извините обогащение для многих здесь я же говорю и машины покупали и квартиры и яхты покупали все что угодно вот теперь конечно это время нет сейчас через vpn выйдут или не выйдут люди это неизвестно не все в состоянии будут это оплатить большинство vpn платные я сколько я знаю вообще золотые времена уже кончается уже сейчас не дожиру быть бы живу вот я вам же говорю что многие уже отсюда уезжают вот у меня хороший такой земляк неплохой человек вот честно я вам скажу вот я такой человек как бы меня иногда не говорили что иногда бывает жестокий иногда могу крытый матом да но мне всегда людей жалко всех жалко мне все жалко вот честно даже врагов жалко не знаю почему то у меня вот такая вот сущность такая жалко мне других понимаете и вот когда я посмотрел фейсбук как он продает вот этой стиральной машины арестон да за 50 долларов прекрасный шикарный там при пригоже прихожая да там зеркалами со всеми делами она сейчас минимум 20 тысяч здесь стоит да он отдает его за 50 долларов в общем телевизор и короче люстры все короче по 50 долларов там со всеми делами которые стоят огромных денег даже один вот это арестон вот эти я посмотрел вчера здесь он стоит семнадцать тысяч лир семнадцать тысяч лир ну отличном состоянии все человек он порядочный и держит хорошо он плохие вещи не покупал тот человек с надеждой сюда приехал с надеждой что здесь будешь жить все у человека была надежда и какой-то заработок был вот какой-то был заработок сейчас этого нет уже все уже все уже как говорит наша мария захарова штукатурка обсыпалась вот теперь уже все вот я вот смотрю надо ее это штукатурка уже вот эта штукатурка была вот такая вот как бы благополучие все было но это было не только штукатурка это было так что он реально я же говорю люди хорошо жили а сейчас все продают за копейки у меня он недавно мой знакомый мне звонит тоже уезжает из москвы машину хочет продать фолксваген двадцатого года выпуска отдам за пятьсот тысяч лир я говорю браток мне не надо не ягодно я говорю вот колеса крутится ну вы в своем репертуаре вам я говорю я не в новой же гражданство получили вы можете его подожди я чего я говорю я тебе куплю я куплю вот это за 500 ты потом я голова буду сосать да вот понимаете людям до конца шли брали самое хорошее брали самое суперское брали самое дорогое вот у меня вода земляку купил машину он не фолксваген ничего по моему на 2015 года 14 года за 700 тысяч отдал вот я ему тоже сказали зачем у тебя игр гражданства нет ничего нет еще зачем я говорю тебе если так хотел я говорю покататься лишь бы колесо крутилось я говорю тысяч за 150 за 200 полно полно таких машин человека есть выбор у человека есть выбор я вот вчера ходил на рынок здесь огромные дыни каждый по моему не меньше четырех пяти килограммов ну каждый я взял по 20 лет арбузы были огромные арбузы по 50 лет штука вечерами оттуда пошел эти же арбузы стоят огромные тоже но уже видимо все равно не не брали люди уже сделал по 30 лет по 30 лет штука понимаете вот ну вот вы видели наверное да я вам выставил вот это что вот фермер раздал да 600 600 тонн 600 тонн вот дыни арбузы раздал людям хотя потратил на него полтора миллиона потому что хотели за копейку взять и человек просто вот так взяли год давай заберите нафиг и люди поперли все кто на машинах кто это очень много у меня вопросов возникло поступает потому о преступности здесь ну как везде как везде я не знаю насчет того мальчика нашли его или нет тоже пропал мальчик вот которую отправили на учебу за я не знаю почему вот это молодого человека который не знает турецкий язык отправили сюда по поводу учебу там и он исчез я не задай бог чтобы он нашелся это это нечто ребенок это это человека смысл жизни и как это можно пренебречь отправить чужую страну я же говорю это все наши безалаберность все наши безалаберность я помните рассказывал что у нас даже здесь блогеры блогерши да которые 18 лет из дома уезжали уехали в турцию уже конечно ему же за 30 уже под 40 уже замужем уже дети аниматорами в отеле 18 летних девчонок они уехали из дома вот понимаете вот у нас вот так вот иди короче пропадет чё хочешь то там с тобой что я не понимаю так при живых родителях о мне много вопросов задают по поводу аварий почему так вот недавно автобус опять здесь не искащик анкара короче аварий попал 11 человек сразу погибли 25 или 26 больницы но я думаю что не дай бог конечно но думаю все равно там наверное тоже смертность будет это наверно процентов 10-15 и того 15-20 за один автобусы заснул ездить конечно здесь хотя я уже говорю здесь да вот есть наши дорога здесь да да и наша дорога да когда со встречками да мы умудряемся еще праворульками еще при правостороннем движении мы праворульками вот так еще даже не посмотреть вот за этой фурой едет машине лет потому что если бы у нас были с левой стороны руль был легче посмотреть а с правой стороны попробуй туда еще дотянись и на этом еще ездить у нас тоже аварий попадать многие погибают но здесь бы было бы смертность вообще пять раз больше здесь дороги отличные здесь основном односторонние дороги я имею ввиду центральных трассах вот и даже в городе даже в городе есть односторонние в основном движение односторонние односторонние там встречек нету как таковы понимаете здесь дорожное движение очень теперь обучение автошколах вот многие обвиняют что обучению автошколов я вам сразу хочу сказать здесь обучение автошколов вот как у нас наше время учили нас до устройство автомобиля там или устройство мотоцикла да там поршня для чего нужно аккумулятор вот вот этого нет здесь основном правила и вождение все и автокурсах обычно здесь нет такого как у нас например собирали по 30 по 40 человек классе у тебя как томск учился да вот и как говорится как положено так как в аудитории дал как обычно здесь дают материалы и короче говоря ты должен дом изучить прийти сдать определенный день потом вождение тоже самое вну вождение конечно они обучают показывают все все автодром есть мотодром есть вот но я что хочу сказать издающиеся правила правило сдавать да мне сказал вот один преподаватель я с ним стоял еще когда-то день я снимал помните он преподаватель сам он сказал что сдают всего 30 процентов 30 процентов кстати я когда томск издавал я мне смешно было я пошел когда на сдачу и зашел зал короче аудитория где обычные студенты томск инженерно-строительный факультет институт автомобильный факультет короче там у нас принимали экзамены по теории да но по шаблонам и вот раз я зашел были там аудитория огромная полный людей мой блин чё со студентами потому что я знаю что у нас группы было всего 40 человек 40 человек у нас было вот а тут блин человек 300 если не больше я зашел там трое сидят один капитан там двое гражданских но никак возьмите билет но я взял там смотрю свободное место я сел короче раз-раз-раз-раз-раз оказывается там надо полчаса имеешь право но я откуда знаю как всегда я же говорю идиот есть идиот беру короче и несут туда они посмотрели но все правильно нет все равно же вы должны были себе возьмите еще один дополнительный более я на свою голову заработал еще один это взял этот тоже мне это смеется на угораздило же вас сидели бы говорит и все а так как вы если мы сдаем 1 раза выгод 2 раза и это тоже закончится я думаю буду сидеть на на улице я думаю посидеть надо вы уже что ли опять я города раз-раз-раз идите сдали все и что самое главное из этих вот это толпы из этой толпы но человек 300 точно было где-то человек наверно 20 сдали вот представьте себе да человек 20 сдали основном не могли сдавать девушки но были конечно и опытные девушки вот про одну девушку вот честно я вам скажу вот до сих пор моей памяти это да она из богатой семьи она училась нами в одной группе она еще говорила что ее родители уже ей к окончанию курсов купили хороший джип но но мы все сдали когда уже я уже ездил уже все и по трассе еду со стороны предтечинска в сторону томска вот вдоль железной дороги а так там пробочка такая была и там короче черном мраморной короче это у нас же ставят же где человек погиб знаки до раз вот так лицом посмотрел вот с которой я месяц назад закончил ее портрет цветы ее фамилия все все погибла вот представляете да поэтому сразу вот тоже а после окончания учебы сразу садится на хорошей машине гонят а и право есть все на мнение не начинать надо все равно ты еще новенький за рулем даже после получения прав чтобы стать более менее водителем тебе надо два года три года стажа опять еще лучше пять лет а берут так вас раз закончил права есть короче а здесь извините ездить не умеет не так уж в основном молодежь еще самое главное здесь вот недавно одна девушка написала душераздирающий такой пост фейсбук и турецком ну она наша совет спрашивает как будет у нее короче муж сделал аварию ну стукнулся с другой машиной и ну естественно страховая компания оплатила все нормально но тот которого он побил машины да он подал на него суд еще за дополнительный еще оплатить за то что после ремонта его машина потеряла ценность уже ну как бы при продаже сколько уже теряет потому что после аварии уже мало кто берет и суд короче взыскал с него еще денег вставляете а что такое почему страховая компания же взяла это нет здесь за каждый это будут драться это невозможно поэтому здесь осторожно надо ездить иногда смотрю машины стоят аварийку включили почти движение стоит думаю наверное там уже все капоту разбились чуть-чуть там бамперами стукнулись чуть-чуть там попала пластик там чуть-чуть там задеть и за это стоят чтобы за это деньги взять понимаете я вообще за это я этому удивлялся еще в томске тоже две машины стояло около кинотеатра горького там разборка и гаишников вызывали этот год меня горстукнул отгар стукнул гордо здесь крыло я смотрю нигде нет ничего он люди в каишника пришли аварийный комиссар вот такая точечка вот такая то чего блин через лупу надо смотреть это стоит требует что вот это возместит ущерб мол покраску никто красит это крыло не будет он так и будет но за это деньги взять за это крыло за как как за полную покраска еще лучше за замену поэтому я же говорю сейчас находиться за рулем автомобиля мотоцикла это не только опасно и для здоровья тоже да но и материальном плане я не имею ввиду это конечно страховки конечно очень дорогие конечно техосмотр подорожал бензин но и другие последствия вот и дай бог я поэтому голова у меня как у летчика истребителя короче вот так понимаете вот хотя у меня везде зеркала задные виды парковник все я смотрю не дай бог мне хороший у меня друг был томске мишка но мишка мишин он взрослой мужик он водитель со стажем он не один раз сказал я когда в томске ездил в городском цикле таком не ездили иначе ездить я говорю миша я говорю каждый раз я переживаю я говорю более такое движение о томске очень большое движение надо по пробке он вас тебя чтобы сзади не должно волновать тигр только вперед смотри чтобы ты должен знать как чтобы ты кого-то не стукнул а тебя как пусть как хочет стукаю ты гаж будешь него требует вот я это до сих пор помню он говорит ты всегда вперед смотри чтобы ты горд кого-то не за тебя стукнут это ерунда и поэтому я стараюсь как бы не дай бог так что вот такие вот дела ребята ну а вообще по поводу жизни здесь турции нужен продолжается жизнь продолжается но уже лафа закончилась легкой жизни же нет но мне кажется его уже нигде нет и думаю что уже скоро уже следующем году уже следующий в этом году то уже концу года само собой но со следующего года мы станем свидетелями того что этот год скажем что это тоже был хороший потому что многие уедут многие увидев и так уже уезжает многие уезжает и что к этому что к чему это вот это приведет вот такое вот дело вот то что сейчас запреты мопреты да все в нж менеджер там короче да цены вот недвижки недвижка уже стоит она уже она уже никто и не берет уже я сколько спрашиваю друзья вот здесь риэлтора стоит движок без настроения они сидят без настроения большинство уже офисы закрыли вот один пошел такси работать который 22 года работал он котят ловушек буду таксовать смотрю он за рулем таксисты сидит я буду а вы чё здесь он на такси когда я горо овсовская закрыл же очок только никто ничего не снимает так что это не только для иностранцев но и для самих тоже только кто же сам это трудно времена часть везде трудно времена но думаю что это полос тоже мы пройдем наши дети отцы тоже проходили это даже в америке был были времена великий депрессии но youtube я уже как начало сказал что youtube уже прекратил монетизацию полностью монетизации российских блогеров все на этом точка но многие конечно оформляет часть будут делать как бы как в америке например они быстро выявляет это дело они быстро это выявляет обмануть невозможно у меня на турецкий телефон зарегистрированный турецкий поштовый ящик и как турции так что я но меня может посмотреть всегда я буду ю тубе но через воприня не знаю посмотрите сами я буду частенько выступать показывать вам что к чему как рассказывать но думаю что все наладится когда-нибудь ананасе наладится как говорил соломон у него на перстне же было написано и это все пройдет всех вам благ пока